приветствую всех друзья сегодня поговорим об одном довольно красивом токарном станке под названием симонет станок был найден на складе берни швейцария однако истинное происхождение до сих пор неизвестно возможно там и создавался если учитывать что на всех деталях станка стоит цифра 1 то можно предположить что данная модель является прототипом станок имеет высоту центра в 150 миллиметров и расстояние между центрами 800 миллиметров однако несмотря на такие усредненные параметры для данного типа станков у него присутствует уникальный дизайн станина по сути последнее имеет форму сечения перевернутого треугольника с толстыми стенками и открытым основанием верхней части каждая из верхних граней станины имеет по всей длине выфрезерованный канал также треугольной формы с верхним расположением основания в данных каналах фиксируется закаленные отшлифованные продольные направляющие треугольного сечения с плоской вершиной это уникальная идея состоит возможности замены направляющих при износе также учитывая равноведренность треугольной формы по видимому их можно было развернуть случае большего износа одной из сторон если посмотреть внимательно на переднюю поверхность станины то можно заметить только зубчатую рейку и это удивительно ведь станок токарно резьба нарезной и имеет хоть и странно расположенную на передней поверхности передней бабки гитару со сменными шестернями для дюймовых и метрических резьб все становится понятным если посмотреть внутрь станины и вот тут мы заметим довольно странную деталь ведь тут стоит не ходовой винт что более привычно а ходовой вал продольные поперечные автоматические подачи имеют бесступенчатую регулировку и приводится в движение отдельным электродвигателем встроенным вертикально в фартук управление скоростью подачи осуществляется с помощью потенциометров две ручки управления которыми расположены на передней поверхности стойки под передней бабкой выбор направления подачи сводится к простейшему из возможных способов рычаг поворачивающийся с правой стороны фартука перемещается вверх для силовой поперечной подачи и вниз для скольжения вдоль станина привод к шпинделю осуществляется с помощью беступенчатой вариометрической ременной передачи открытие и закрытие противоположных шкивов осуществляется с помощью электродвигателя управляемого небольшим рычагом а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok